Аллу Арджун Женелия Манодж Баджпай и другие Автор сценария Радха Мохан Радха Мохан Радха Мохан Композитор Юван Шанкар Раджа Продюсер Аллу Арвент Автор сценария и режиссер Каруна Карен Здравствуйте, сэр Защитите нас Здравствуйте, сэр Как это случилось? Субу? Что произошло? Новый инспектор пустил в ход свою дубинку, равив тяжелом состоянии Будь вы в городе, этого не случилось бы Кто этот инспектор? Инспектор Ратнем, офицер по статусу, а по сути бандит, занимается незаконными делами, продажная шкура Все что угодно сделает за деньги Высокомерный и наглый Убийца и насильник Но он очень хитер и умен Поэтому до сих пор занимает свой пост У нас не было разрешения на собрание касты И он направил против нас наряд Пусть он сдохнет Убейте его Подождите, Сурием Почему? Вы лидер нашей касты За вами стоят 400 тысяч людей Не принимайте поспешных решений Нужно все хорошенько обдумать Он все-таки офицер Убрать его надо законно Для начала, позвоните министру внутренних дел Алло, министр? Что происходит? Ты победил благодаря нашим голосам А теперь травишь нас полицией Кто этот инспектор? Следующие выборы не за горами 400 тысяч голосов Не забывай об этом Пусть убережет его бог от дурного глаза У нас много врагов Где Матху? Она уехала на практику Сколько раз говорить вам не отпускайте ее без моего разрешения? Колледж устроил эту поездку так неожиданно У тебя была важная встреча Я просила сообщить тебя об этом, когда ты вернешься Ты не передал ему? Простите, я забыл Что она будет делать, когда станет доктором? Почему ты злишься? Потерпи, я осталась учиться всего один год Куда они поехали? В Араку Дайте лекарства всем пациентам Как ваше здоровье? Он тебя не понял Хорошо, я повторю Достаньте градусник Студенты, внимание Через два часа мы возвращаемся в Хайдарабад Сэр, мы сбежим так рано? Матху, твоя шаль улетает Матху, твоя шаль улетает Куда она запропала? Поищи ее там Вот она Матху, что ты здесь делаешь? Мы опаздываем Пойдем Только посмотрите, как здесь красиво Как бы я хотела остаться здесь навсегда Слушайте Кукушка кукует в романтическом настроении Если мы покукуем, ей понравятся наши голоса Она даже ответит нам Правда? Да, слушайте Тебе ответила обезьяна Матху, давай ты Давай Тебе нравится мой голос? Я люблю тебя Я не влюбляюсь в первых встречных Я говорила, это кукушки, а не тебе А люди тебя не любят? Кто это был? Та самая кукушка Дорогой, ты разведёшься с женой и женишься на мне? Прекратите, зачем вы его дразните? Когда же ещё развлекаться, если не сейчас? Да Давайте не сюда, пойдём Оставьте меня, я не пойду Ты должна сказать, я люблю тебя первому, кого увидишь Ну-ка, давай Я? Никогда, я не скажу Ладно, как хочешь Я подумала, что если ты это скажешь, то станешь хорошим врачом Значит, этого не случится Не говори так Что в этом такого особенного? Но всё, что она говорит, сбывается Тогда скажи эти слова Дядя Я люблю вас У тебя других дел нет? Ты всем подряд в любви признаёшься Что такое? Это опять он Это всё из-за тебя Девчонки, смотрите Ты очень красивая, дорогая Куда же ты уезжаешь? Я тоже люблю тебя Подари мне поцелуй Только один поцелуй Ну что же ты прячешься? Посмотри на меня Покажи мне своё личико Покажи Водитель, прибавьте скорости Быстрее Ещё быстрее Водитель, остановите автобус В чём дело? Дорогая Я люблю тебя Я тебе покажу У тебя совсем мозгов нет Мы же просто пошутили Идём, откроем друг другу наши сердца Что он хочет открыть? Помолчи ты Простите, дедушка Я просто пошутила Я так и подумал Но вы, девчонки, бываете разными Он мне сказал, что некоторым девушкам нравятся старики И притащил меня сюда И вот, я здесь Привет Зачем ты создаёшь мне проблемы? Кто из нас создаёт проблемы? Ты или я? Ты признаёшься в любви каждому Кто попадётся тебе на пути И совсем стыд потеряла И ещё смеешь говорить, что это я Доставляю тебе неприятности Привет Подъём Шагом марш Но это моё место А билет где брал? У кондуктора за 200 рупий А я купил в кассе Так что, выметайся Кондуктор меня обманул Билет Вас зовут Пентайя? Да Вам 48 лет? Сомневайтесь Я что, похож на идиот? Если бы был похож, я сказал бы, что мне 80 Всё верно, мне 48 лет А вам? Скажите, мне интересно 50 Да ладно, к чему скрывать свой возраст? Вам не больше 35 Смотрите, как девчонки на вас смотрят А вон та даже готова признаться вам в любви Эй! Тебе же это расплюнуть? Меня достал Зачем ты пристаёшь к ней со всякими глупостями? Сэр, моё место Вон там свободно, иди сядь туда Пока Он не верит, что меня зовут Пентайя? Даже я в это не верю Почему? Потому что Пентайя мой брат Говорил я ему, сдай билет Но он продал его тебе, идиот Сам себе яму вырвал Что случилось? Куда вы идёте? В чём дело? Я потеряла сумку с билетами и деньгами Пентайям мог бы помочь нам Попросим его о помощи? Нет Иди, позови его Иди Иди сюда Это срочно? Сэр Покажите нам, пожалуйста, кое-что Она пенджабка, не говорит Нателугу Мы потеряли наши билеты Спасите нас от кондуктора Сэр Лиза Хорошо Как тебя зовут? Зачем тебе знать? А зачем мне вам помогать? Сэр, стойте Скажи ему Кантама Кантама? Если тебя зовут Пентайя Почему я не могу быть Кантамой? Как тебя зовут? Пичама Тебя? Утама Инкама Дальше Сатама, Пентама, Атама Ты же из Пенджаба Атама Синг Итак, все в туалет В туалет? Зачем? Делайте, как я говорю Марш Зачем мы все сюда зашли? Тихо Кто там? Подвиньтесь Это вы Пентая? Да, сэр Ладно, продолжайте Учитесь, девчонки Что, если кондуктор вернется, как только мы выйдем? Покажете ему билеты Где мы их возьмем? Они в пропавшей сумке Вот в этой? Это здесь Здравствуйте, сэр Доброе утро, сэр Он близо руки? Доброе утро, сэр 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 Он что, спал? В чем дело? Меня зовут Банни Я из Визага Ты приехал из Визага, чтобы сказать мне это? Рекомендательное письмо? Уважаемый Аполлонайду Думаешь, я скажу именно так? Вот как врежу тебя Не такая уж ты большая шишка Станешь шишкой, если прекратишь спать с широко открытыми глазами Сделай одолжение Вот тебе очень хороший парень Мой родственничек Он сирота Парень поступил в университет Но надумал еще и работать Найди ему хорошее местечко Моя рекомендация дорогого стоит Когда он дочитает письмо, он на тебя посмотрит Улыбнись ему Потом он задаст тебе вопрос Этот болван еще жив? Сэр Он мне жизнь сломал Когда мы учились в школе, он колотил меня каждый день Сэр Я добился всего тяжким трудом Если бы ты не показал мне этого письма и нашел бы для тебя работу Но теперь у меня нет для тебя никакой работы Проваливай Сэр, пожалуйста Вон Я делом занят, а тут ходят всякие Что это такое? Я не знаю, сэр Сэр, вернулась банда из медицинского колледжа Они стали приставать к девчонкам Я вступился и меня избили Каждый день одно и то же Сэр, я их успокую Вы не приняли меня на работу по рекомендации Так посмотрите, как я талантлив и найдите мне место Талантлив? Эй Дураки образованные Зачем закрываешь уши? Не могу драться без музыки Драться под музыку? Стойте и смотрите Это вы приставали к девчонкам? А? Только не это В этом весь твой талант Простите, сэр Батарейки сели Поставьте любую музыку Музыку? Прошу вас, сэр Музыку Я же сказал, сэр Что разберусь с ними, если будет музыка Батарейки сели 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сэр, мне нужна музыка. Быстрее, что-нибудь. Хотя бы пойте. Пожалуйста, пойте. Субтитры сделал DimaTorzok Хватит. Он умрёт, если ты ударишь его ещё хоть раз. Превосходно. Спасибо, дружище. Очень хорошо. Ты принят. Спасибо, сэр. Нет, есть условия. Выполняешь всю работу в пиццерии, к тому же занимаешься доставкой на дом. Еда, жильё и яйцо по утрам бесплатно. Работаешь до обеда, в колледж ходишь вечером. Спасибо, сэр. Не доставишь заказа за полчаса, а зарплате забудь. Это всё. Добро пожаловать в Хайдарабад. 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 Матхумати? Что за Матхумати? Где кастовое имя и фамилия? Люди должны знать только два этих имени. И чтобы я больше не видел таких дурацких фотографий. Вы слышали, что он сказал? Он просто не в себе. Не думай, что он не ценит тебя. Когда ты закончишь обучение, мы все будем гордиться тем, что в нашей семье появился врач. Как порадовалась бы сейчас твоя мать, будь она жива. Представляю себе. Доброе утро, сэр. Я инспектор Ратнам. Точнее, бывший инспектор. Мне посоветовали встретиться с вами. Ты же теперь безработный. У нас есть свободные места? Уволился уборщик туалетов, сэр. Почему вы смеетесь? Не только туалет. Он все что угодно уберет, чтобы вернуть свою должность. Не так ли? Не волнуйся. Я верну тебе работу. Но пока он свободен. И я его трудоустрою. Пусть уберет туалеты. Приступай. Если опоздаешь, с доставкой хотя бы на пять минут. Убью. Послушайте, когда начинается драка, наш герой приезжает на мотоцикле. Пусть уберет. Послушайте, что уберет эту пьер, а какая конец не менее. Продолжение следует... Убью. 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 Во. В Ты? Кантама? Вот же вцепилась. Я должен доставить пиццу, пойми. Только две минуты. Послушай, иначе заказ отменит. Только две минуты. Идём со мной. Сэр, пицца прибыла вовремя. Распишитесь. Это твоя подруга? Ещё чего. А могла бы? Заткнись. Она красивая. Пицца вкуснее, чем она. Приятного аппетита. Сэр, заказ доставлен. Хорошо, сэр. Что это? Это её. Как красиво. Что мне с этим делать? Чужие вещи словно змеи, а женские штучки — сущие драконы. Держи. Ты покупаешь слоника? Неплохо. Бери. Привет, Ганеш. Кантамат. Четыре тысячи рупий. Ты — мошенница. Сломала и тихо смылась. Эй, мистер. Сэр. Что ты там делаешь? Я тут ни при чём. Это она разбила. Меня это не волнует. Плати четыре тысячи. Но в Коте можно купить четыре таких штуки за сорок рупий. А в Абитсе шесть таких за шестьдесят. Лучше доставать деньги по-хорошему. Я не могу вам заплатить. Ты платишь, или я вызываю полицию? Как люди выкладывают такие суммы? У меня нет денег, сэр. Я заплачу по счёту. Сэр, спасибо. Вы меня так выручили. Кто вы? Я постановщик драк в кино. Ты отлично водишь мотоцикл в пробке. Спасибо, сэр. Сняться в кино хочешь? Сэр, я могу стать героем фильма. Было бы неплохо. Не героем, а дублёром. Дублёром? Да, в нашем фильме есть эпизод с мотоциклом. Сделаешь его и заплачу тебе сто тысяч. Сто тысяч? Да, ты талантлив. Используй это. Возьми мою визитку. Встретимся на съёмках, хорошо? Да. Мотор? Стоп, 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 стоп. Что я сказал тебе делать? Я велел тебе ехать прямо, балван. Но это не так-то легко. Ты слишком растолстел. Для этого трюка я пригласил способного парня. Доброе утро, сэр. Доброе. Это о нём я говорил. Здравствуйте, сэр. Бани, покажи, на что ты способен. Сейчас. КОНЕЦ Спасибо, спасибо всем. Превосходно, Банни, браво. Спасибо. Вы действительно заплатите мне сто тысяч? Конечно, как только закончатся съёмки. Что я должен сделать? Прыгнуть с крыши вон того здания на крышу другого. Я не понял вас. Это очень просто. Спрыгнешь с десятого этажа и приземлишься вот там. Только и всего. А кому достанутся мои сто тысяч? Получишь их, как только спустишься вниз. Сомневаюсь, спустится только мотоцикл, а я буду уже на небесах. Да ты шутник. Нет, сэр, я вполне серьёзно. Не стану гробить свою жизнь на ваши трюки. Прощайте. Дипа, дай мне свой телефон. Спасибо. Сэр, звонит ваша дочь. Алло. Папа, это я. Да. У меня дополнительные занятия. Я могу поздно вернуться домой. Я позвоню вам позже. Звонить не нужно, всё в порядке. Хорошо. Она сказала, что у неё дополнительные занятия. Да. Проверь. Хорошо, сэр. Не так уж он и хорош. Спасибо. Ты так быстро поговорила. Я думала, ты звонишь своему парню. У меня нет никакого парня. Почему ты злишься? В наше время у каждой девушки есть друг. Друг? У неё, она же книжный червь. Да. Образование для меня важнее любви и брака. Как же так? Мой отец приверженец нашей касты. Если он узнает, что я влюблена, он не позволит мне учиться и выдаст за кого-нибудь замуж. И больше не будет обсуждать эту тему. И мы не будем. Хорошо? Прошу вас. Пока. Привет, я Шилпа, канал Джемини. Давайте сегодня выясним, о чём думает современная молодёжь. Привет. Привет. Что такое? Если вы ответите на наши вопросы в эфире, прозвучит песня «На ваш выбор». Вот как? Ладно. Ваше имя? Бани. Расскажите о своей семье. Мать, отец, сёстры, братья, бабушки, дедушки. У меня никого нет. Никого? Совсем. Вы сирота? Да. Вы так весело говорите об этом? Я должен плакать? Мне будет грустно только тогда, когда у меня никого не останется во всём свете. Но это мне не грозит. Потому что все граждане моей страны – мои родственники. Дальше. Что вы думаете о любви? И о дружбе между парнем и девушкой? У них были бы разные намерения. Они пожимают друг другу руки в знак дружбы, но занимаются всеми остальными глупостями. Не верьте в такую дружбу. Не хотите что-нибудь сказать вашим друзьям? Друзьям? Я кое-что скажу моему врагу. Эй, Кантама! Где ты? Из-за тебя я потерял четыре тысячи рупий. Тебе это с рук не сойдёт. Ты не станешь врачом. Ты выйдешь замуж за того, кого ненавидишь. Твой муж будет пить и каждую ночь избивать тебя. Твоя срекровь будет сущей ведьмой. Твои дети мелким отродьем. Пусть все проблемы в этом мире падут на твою голову. Это моё проклятие. Кантама, зачем ты с ним так? Верни ему деньги. Ладно. Теперь последний вопрос. Что нужно молодым, чтобы быть счастливыми? Этого не объяснить словами. Тогда... Yo, check it out. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ты же писал любовное письмо моей подруге. Да. А ты давал его ещё кому-нибудь? Да, я написал такое же для девчонок Квасу, Нанду и с вами. Ты всё испортил, они же подруги. Между нами всё кончено. Лакшми, не ругай его. Это я виноват. Пойми. Не уговаривай меня. Послушай, что было, то было. Забудь. Замолчи. Четыре таких парня, как вы, могут испортить жизнь всем девушкам штата. Он ещё и бабник. Гуру, твоё учение о любви блестяще. Оно годится только для вас. А вот для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОКЕТ МАННЕ КХАРЧЕ ЛЕДУ. БИЛДА ПАВАСЕР МЕЛЕДУ. Рейтинг чесе чанцей ЛЕДУ. ЧАКИРИЧЕСЕ ШРАМАЛЕДУ. АТУРСУ АНТУ. ПЕТУРСУ АНТУ. АНТАННИ ПОГИДЕ ПАНИЛЕДУ. АШАНТИ ЛЕДУ. ХЕДЕКО ЛЕДУ. ВИШРАНТИ КАДДЕЛЬНИ КОЛЕДУ. ХАПИ. ДЕЙСИ ЛЕКУНТЕ. ХАПИ. Последние три дня я не могла ходить на уроки танцев. Я себя очень плохо чувствую. Ситрица, я очень голоден. Я с утра ничего не ел. Почему ты не работаешь вместо того, чтобы попрошайничать? Я работал, но детский труд запрещен законом. Возьми. Разве я наемся за эти гроши? Какой обученный попрошайка? Разборчивый и наглый. Голодному разборчивость не к лицу. Идем, я куплю тебе что-нибудь поесть. Это уже слишком. Садись. Официант. Ты? Я не знаю, спит он или нет. Надо проверить. Ты что? Хватит корчить рожи клиентам. Простите, сэр. Иди. Чего хочешь? Эй, будь вежлив заказчиками. Чего желаете, госпожа? Порядков не знаешь, принеси меню. Наглая. Отлично. Я буду делать заказ. Три порции картошки фри, две курицы тандори, три курицы с грибами, два цыпленка гриль, курочка в томатном соусе, три острых курочки, цыпленок, жареный на углях и две кока-колы. Здорово, правда? Кока-колу обязательно. И, кстати, кока-колу комнатной температуры. Ты случаем не лопнешь? Замолчи. Ты всего лишь официант. Принеси мальчику все, что он заказал. Иди. Мальчик, бродяга. Я очень голоден, поэтому заказал так много. Я что, был неправ? Я сама виновата. Ты ешь, я займу денег у подруг и вернусь. Договорились? Ты откуда? Вся страна моя родина. А где твои друзья? Они попрошайничают. Как же ты можешь есть, когда они работают? Ты все понял? Идите сюда, целых два дня нам не придется побираться. Десять тысяч. Откуда? Отсюда. Ты спятил. Ты должен был принести то, что он заказал. Твой нищий мальчик и сделал весь этот заказ. Спасибо, сестрица. У меня нет такой суммы. Оплати счет и уходи. Хорошо. Я займу денег у подруг. Я сейчас. Что? Ты никуда не пойдешь. Сама виновата. Решила помочь нищему. Зачем ты сел ко мне? Садись на свой. Сбежать хочешь? Обманул меня на четыре тысячи рупий. Как я могу поверить тебе на десять? Хватит на меня смотреть. Поехали. Время идет. Остановись. Стой. Будешь так ехать, я дождусь денег дня через четыре. Пересядь. Останови. Дочь нашего босса на мотоцикле с парнем. Видел? Жди меня на стоянке. Я быстро. Ты вернешься? Не вернусь, продай мотоцикл. А он точно твой. Давайте, давайте. Смотри. Это он в тот день избил на спиццерии. Ну что? Однажды ты отделал моих парней. Что теперь скажешь? Братцы, я прошу вас. Не надо. Не нужно, не стоит. Стойте. Если вы все с копом кинетесь на него, то разделайтесь с ним слишком быстро. Никакого кайфа. Каждому из вас дается на него минута. Итого, развлечение на 15 минут. Ребят, не надо. Смотрите, он боится. Умоляю, я на работе. У меня нет 15 минут. Подходите по трое, и я делаю вас минут за пять. Диспокали? 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 Трое — это пустяки? Давайте вчетвером. Сэкономим время. Сэкономим время. Трое — это пустяки. Осталась одна минута. Давайте еще двоих и покончим с этим. Прости, мы уходим. А ну-ка, брысь отсюда. Ты что ревешь? Девушка забрала твой мотоцикл. Я хотел тебе сказать, а ты ударил меня. Она снова сбежала. Девушка забрала твой мотоцикл. Девушки отдыхают Расплатившись, принесла деньги Правда? Она там Хорошо Бани, окажу услугу Какую? Моя подружка Шанти не разговаривает со мной уже неделю Прошу тебя, положи это письмо в её книгу На кого я, по-твоему, похож? Пожалуйста Почему я должен делать это? Умоляю, ты сделаешь это незаметно Прошу Ладно, кому? Вон она, в синем Пожалуйста Мой клиент Давай Спасибо Привет, Кантама Деньги я отдала, так что не подходи ко мне, даже не приближайся Хорошо Говоришь, ты красивая, но ваша пицца похожа на коровью лепёшку Она вчерашняя или позавчерашняя? Мадам, в нашей пиццерии всё свежее, как ваше личико, не так ли? То-то же Ешьте Отец рассердится, если я приду слишком поздно Ты положил моё письмо не в ту книгу, и она уходит Кантама Моё письмо Всего лишь письмо Завтра всё уладим Бабушка, ты готовишь лучше всех? Мадху Я хочу с тобой поговорить Зайди ко мне Ешь Папа? Его зовут Арвинт Инспектор, заместитель комиссара полиции Это самый богатый человек в нашей касте Он согласился на свадьбу, когда увидел твою фотографию Церемония состоится в следующем месяце, 10-го числа Иди До свадьбы осталось всего лишь 20 дней Мы должны послать приглашение нашим людям в Дели Никого нельзя забыть Начинайте приготовление Папа Почему так внезапно? Я провинилась? А разве нет? Где вы её тогда видели? Она ехала с парнем на мотоцикле, мимо центральной площади Но между нами ничего нет На днях в пиццерии Тихо А как это любовное письмо попало в твою книгу? Я клянусь, я не знаю Поверьте мне, пожалуйста Не смей бить девочку Не суйте свой нос куда не следует Если кто-то из людей нашей касты женится на выходце из другой касты Я потеряю только один голос Но если это будет моя дочь, я лишусь сотни тысяч голосов Папа, выслушайте Замолчи, этот брак состоится И больше никакой учёбы Матху Все твои труды насмарку Если я доберусь до того, кто подложил это письмо Я тогда... Что за собрание? Всё на месте Кантама, вчера по ошибке я положил в твою книгу письмо Это не для тебя, а для Шанти Отдай ей Его написал Виджай Тихо Я ничего не понимаю Кто-нибудь скажите мне, в чём дело Мерзавец Что я должна тебе сказать? Ты погубил мою жизнь Если эта свадьба состоится, я умру Тогда ты поймёшь, какова цена твоей ошибки Я и подумать не мог, что такое может случиться Мне очень жаль Если твоя учёба страдает из-за меня То я должен помешать этой свадьбе Я клюнусь Что ты переживаешь? Это устроить свадьбу сложно А остановить очень легко Кто у нас жених? Некий инспектор Арвинд Арвинд? О, нет Он специалист по побоям Это тебе не парочку студентов разделать под орех Он владеет оружием, как мы, ручкой Понимаешь? У меня превосходная идея Давайте пустим слух, что у него спит Это всё давно устарело Алло Это инспектор Арвинд? Да, говорите Меня зовут Банни Я хотел бы встретиться с вами лично И что ты будешь ему говорить? Не знаю Но я должен помешать этой свадьбе Вот всё, что я знаю Друг Да Если что-нибудь пойдёт не так Останется только труп Не волнуйся, всё будет нормально Я говорил о тебе, идиот Ты во всём виноват Подождите пять минут Он скоро будет Хорошо Брось мне маяк Если что-то пойдёт не так Где эта банда? Кто вы? Я звонил вам Зачем? Хочу поговорить с вами Банни? Да, сэр Садись В чём дело? Сэр, это вы собираетесь Жениться на Мадхумати? Да Это я Так в чём дело? Говори Сэр, дело в том Дело в том У меня мало времени Сэр Отмените Эту свадьбу Что? Что? Что ты сказал? Повтори Почему я должен её отменять? Говори, ну же Ты пытаешься помешать моему браку? Так почему ты это сказал? Почему? Я не могу жениться на Мадхумате Должна быть причина Давай, давай, давай Назови мне причину, скажи Ну же Так ты скажешь или нет? Говори Скажешь или нет? Говори Мы любим друг друга Как смеешь ты любить девушку, на которой я собираюсь жениться? Не убивайте меня, прошу вас Не убивайте меня, прошу Прошу Пожалуйста, сэр, прошу Не убивайте меня Только не это Чем ты занимаешься? Что? Доставкой пиццы Разносишь пиццу? О, чёрт Чёрт Ты знаешь, как она богата? А мой статус, знаешь? Я сделаю её моей королевой Но ты... Ты... Ничтожество! Я в любом случае женюсь на ней Это всё, что я могу сказать Так что... Делай, что хочешь А сейчас уходи Женитесь на ней Женитесь на ней Но она умрёт, как только вы на ней женитесь И я умру вместе с Матхумати Я тоже умру Я не могу без неё жить Я не могу без неё жить Я тоже умру Наша жизнь кончена Я умру Ещё успею пиццу доставить Ну как, твой план сработал? Инспектор был потрясён Ты сказал ему о вашей любви Отлично А ей ты об этом сказал? А зачем ей говорить? А что, если инспектор её спросит? О, Господи, он уже здесь Простите Пригласите сюда студентку третьего курса Матхумати А вы Скажите, что её ждёт жених Хорошо, сэр Да? Сэр, в МР5 большая драка Приезжайте немедленно Двое уже мертвы Это очень срочно, сэр Быстрее, приезжайте Еду, еду Завтра я уже не приду в колледж А разве нельзя продолжить обучение после свадьбы? Они на это не согласятся Матхума Тебя ждут внизу Кто? Твой жених Он? Ты сказал, что ты мой жених? С какой стати? Тогда что ты сказал? Я сказал, что мы влюблённые Что? Мы влюблённые? Ты что, сумасшедший? Ты с ума сошёл? Не кричи Инспектор убьёт нас, если узнает Ты это и ему сказал? Только ему и сказал Только ему? Да ты ненормальный Зачем ты это сделал? Я не знал, как ещё помешать вашей свадьбе Поэтому наплёл ему, что мы любим друг друга Если он тебя спросит, так и скажи Что мы созданы друг для друга Я должна солгать ему, что люблю тебя? Да это невозможно Только так можно помешать твоему браку Если ты этого не скажешь, он меня убьёт Я не собираюсь его обманывать Даже не проси Умоляю Проклятие Как они смеют меня обманывать? Ненавижу ложь Я позже перезвоню Ты любишь его? Я тебя спрашиваю Давно? Уже пять лет Тогда почему вы не поженились? Сначала я хочу окончить колледж Ты могла сказать об этом и раньше? Я подавлен Я уже строил планы на жизнь И купил сто шёлковых сари от Канчи Хотите, я могу продать их? Твой отец об этом знает? Он не поймёт нас Я сказал вам, потому что вы джентльмен Кто сказал, что я джентльмен? Я не джентльмен Я не джентльмен Нет, джентльмен Я не джентльмен Я не джентльмен Я не джентльмен Сказать ли твоему отцу, что письмо было для меня? Бесполезно Даже боюсь себе представить, что будет, когда инспектор поговорит с отцом Как они посмели Так меня оскорбить Какое унижение Да я на куски их порву Я убью их Убью Остыньте Остыть? Я вне себя от ярости Что случилось? Почему ты так речишь? Этот инспектор больше не хочет свадьбы А почему? Кто знает Причины он не назвал, сколько бы я не спрашивал Папа Я скажу вам кое-что, если вы не рассердитесь Говори Это письмо было не для меня Это ее друг написал для нее Да, дядя Произошла путаница с книгами Замолчи Уходи Чтобы я больше не видел тебя рядом с моей дочерью Папа Брак все равно отменен И теперь вы знаете, что я ни в чем не виновата Можно мне завтра вернуться в колледж? Пожалуйста Иди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это, Кантама? Ты выглядишь счастливой? Свадьбы не будет? Не считаешь нужным меня поблагодарить? С чего бы это? Ты сделал ошибку, ты ее и исправил Вот значит как А ты знаешь, что он мне Приставил к виску настоящее оружие Но я блестяще выкрутился ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сэр, сэр Сэр Отпусти! Сэр 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 Кто это? Наш инспектор Он пригласил нас в ресторан пообедать с ним Я не пойду Вот и славно Полицейские вообще подозрительны А если он узнает правду о нас Тебе не миновать этого брака Я не пойду А я пойду А я нет Ну пожалуйста Пожалуйста Сэр 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 Прости Прости, Банни Вчера я вел себя ужасно Вообще-то я джентльмен Да Это так Я постоянно общаюсь с ворами Жуликами И подонками Это дает о себе знать Вы Две мои прекрасные розы Прости меня Ничего страшного, сэр Вы поняли нашу любовь Этого достаточно Матху Ты хорошо знаешь Банни? Четыре таких парня Как вы могут испортить жизнь Всем девушкам в штате? Если не секрет Как вы встретились впервые? Ну если это очень лично Не будем об этом Ничего подобного, сэр Я расскажу вам Это было в праздник Дипавали Я сидел на дороге Расстроенный тем Что был отменен заказ на пиццу И вдруг Услышал смех девушки Что такое? Ее голос тронул меня И мне захотелось Взглянуть на ее лицо Я увидел Как она вышла из машины В окружении детей Кругом темнота И вдруг она зажгла светильник В этом свете я увидел Ее ноги Ее талию Ее шею И когда я увидел лицо Матху Мати Это Кирти, болван Именно Полицейские очень умны Стоит им описать одну сценку И они увидят всю картину Он ведь рассказал ему сцену из фильма А тот радуется, как ребенок Сэр А вы не смотрите фильмов? Нет, нет Я не люблю кино Там сплошной обман Да, сэр Тогда что вам еще рассказать? Сцена в храме Сцена в тумане В аэропорту Я очень люблю рассказывать Не надо Хватит одной сцены Асси Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хорошо, идем Опять проблемы на мою голову Приятель, ты куда? Откуда я знаю? Привет, Банни Тихо, не добавляй мне неприятностей Посмотри, он зовет тебя Привет, Матху Зачем он здесь? Сэр, вы здесь? Нужно поговорить Что случилось, сэр? Поедем со мной, я объясню Ты, что происходит? Скажи Не знаю Скажи ему правду Ты скажешь или нет? Сэр, я хочу вам кое-что сказать Давай Сэр, я прибыл туда, куда вы приказали Сэр Секунду Да Сэр, он обманул нас Обвел вокруг пальца Что? Обманул меня? Да, сэр Убейте его Убейте его Убейте Убейте его Убейте, ему не жить Я хочу, чтобы он умер 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 Я хочу, чтобы он умер 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 Убейте его Умер Умер Хочу, чтобы умер Простите 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 Мои прекрасные розы Мне очень жаль Все настроение испорчено Если кто-то хитрит Со мной Я готов его убить Однажды в гневе Я убил Пятерых В моем отделе Это обычное дело Бани, ты что-то хотел сказать? Ничего, сэр Что? Ничего Ну так поехали 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 Едем Хорошо Едем Сэр Формальности позади Да, сэр Зачем вы нас привели в офис регистрации? Чтобы поженить Это несправедливо, сэр Что? Несправедливо Разве шутка пожениться вот так? Вдруг Если сейчас ты не женишься на Матху То потеряешь ее навсегда Вы только распишитесь Об остальном я позабочусь Я не согласна Потому что мы не... Тише Разговор двух мужчин Не отвлекай нас Сэр Дайте нам пять минут Дело щепетильное Идите Пойдем Отпусти мою руку Только подпись И мы свободны Ты понимаешь, что говоришь? Подпись означает брак Да еще с таким прохвостом, как ты Кто прохвост? Ну ладно Я ему такого наплел про нашу любовь Если он узнает, что это ложь Он убьет меня Прошу тебя Только поставь подпись И больше никогда меня не увидишь Умоляю Матху Я больше не доставлю тебе хлопот Никогда Все в твоих руках Ни за что Лучше умереть Кому ты говоришь о смерти? Я должен был обманывать инспектора Для того, чтобы ты покончила с собой Это была твоя ошибка Да, это была моя ошибка Ты плакала Причитала, что брак помешает твоей учебе Какое у меня было до тебя дело Но я пожалел тебя И это было моей ошибкой Это же всего лишь подпись Почему ты воспринимаешь это как брак? Придем завтра Снова поставим закорючки И мы разведены Каждый пойдет своим путем Неужели так трудно? Пожалуйста, Матху Прошу тебя Что бы ты ни говорил У меня не хватит смелости Если ты трусишь Зачем тебе вообще учиться? Выходи замуж по указке своего отца Будешь жить словно неживая А меня убьет инспектор Пусть наша смерть будет напрасной Послушай, Матху Если мы не распишемся сейчас То тебе придется выйти замуж за идиота Погубишь ли ты свою жизнь реальным браком Или с нашим фиктивным браком Сможешь продолжить обучение Решать тебе Я готов ко всему Когда ты закончишь обучение Мы все будем гордиться Что в нашей семье появился врач Субурао Не хочет, чтобы его невестка училась Если ты трусишь Зачем тебе вообще учиться? Погубишь ли ты свою жизнь реальным браком Или с нашим фиктивным браком Сможешь продолжить обучение Решать тебе Минуту Поздравляю Всего наилучшего Спасибо, сэр Спасибо Счастливой семейной жизни Поехали Кто это? Вы его знаете? Эй, инспектор Вы полицейский или сваха? Убейте его, ребята Полчаса назад Мадху была вашей дочерью Теперь она его жена Один шаг вперед И Возьми Мадху за руку Сэр Возьмитесь за руки Идем Возьми Мадху за руку Заходите, ребята Мои прекрасные розы Это моя квартира Я собирался жить здесь с Мадху После свадьбы Но Теперь в ней поселитесь вы Да Живите здесь Пока не встанете на ноги Да проходите же вы Что, вы все еще в шоке? Знаешь, Мадху Я не думал женить вас Бани Сэр Искренность Бани Его преданность Его волнение за тебя Знаешь, как он был потрясен Известим, что может потерять тебя Сэр Сэр Не нужно меня благодарить Что я такого сделал? Можно было и больше Да Намного больше Еще больше, сэр Спасибо, сэр Счастливой семейной жизни Спасибо Наслаждайтесь Ладно Пока-пока Бани Сэр Можно мне иногда приходить к вам? Как будто к себе домой Простите Это же ваш дом Приходите, когда пожелаете Ты мне нравишься Пока Пока Прости, Мадху Я не ожидал такого Появился твой отец Инспектор привел нас в эту квартиру Откуда мне было знать, что так получится? Мадху Мадху Ты не волнуйся Я получаю Пять тысячи рупий в месяц Могу взять сверхурочную работу И буду получать еще две тысячи Всего будет семь Как думаешь, нам хватит? Что? Мало? Ты всерьез Воспринимаешь этот брак? Хочешь обосноваться здесь Потому что я поставила свою подпись Я лучше умру, чем буду жить с тобой Слышишь? Повторяю Лучше умру Почему ты так остро все воспринимаешь? Ты из богатой семьи И вдруг осталась без денег Я только сказал, что хочу помочь тебе Да мне даже пальцем шевелить не надо Стоит только подумать И сотни девчонок будут моими Я знаю Я видела это в лифте Проклятый обманщик Я обманщик? А ты лучше Первому встречному готова кричать о своей любви Противная крыса Если еще раз назовешь меня крысой Я тебя так врежу Урод несчастный Убирайся Ну-ка вон отсюда Вон Кому говорю Вон И после всего, что случилось Ты говорил с ней о семейном бюджете Как будто она и впрямь твоя жена Это было последней каплей Ты что пинаешься? Болван Ты испортил мою жизнь Что было, то было Зачем вспоминать? Мне нужен развод Что? Вчера поженились И сегодня развестись хотите? Нет, нет, нет Я готов заплатить за срочность Это вопрос моей жизни Прошу вас, сэр Вы официально зарегистрировали брак Если хотите развестись Вам придется ждать как минимум год Ждать целый год? Это же не шоколадка Не понравилось, вернул Таков закон Дурацкий закон Что, кто-то пришел? Вы? Я испугался Думал, что это кто-то другой А меня ты не боишься? Сэр Вас я боюсь больше всех Больше всех? Ну хватит уже Ты женился на дочери Сурьяна Райна Он собирается смести с лица земли Меня и мою пиццерию Я даю тебе 30 минут Ты уволен Выметайся Как же так, сэр? Стой Отойди Если он не уйдет через полчаса Вы все будете уволены Сэр Дурак Вы это видели? В трудные времена даже шуты превращаются в злодеев Куда мне теперь идти? Куда же еще? Инспектор дал тебе классную квартиру с классной девчонкой Классная девчонка? Вы хорошо ее рассмотрели Ее лицо, глаза, губы Да, она действительно красавица Только одной красоты недостаточно Характер должен быть хороший Вечно она нервничает Другого пути нет Что же ты со мной делаешь? Я спас твою жизнь И так ты меня благодаришь? Ты меня слышишь? Слышишь меня? Слышишь меня? Что? Что-что? Что ты здесь делаешь? Я говорю с Ганеши Ты помнишь? Да, но почему ты здесь? Из-за твоего отца я потерял работу и мне негде жить Никто не сдает мне жилье Куда еще мне идти? Я не хочу, чтобы ты здесь оставался Кто ты такая, чтобы запретить мне? Слушай, инспектору понравилась моя романтическая сценка из фильма И он дал нам эту квартиру Значит, ты должен отдать эту квартиру режиссеру фильма Мы одна семья Ты говоришь глупости Помолчи Я имею на эту квартиру такое же право, как и ты Это твоя половина Это моя половина А это нейтральная зона Ты переходишь границы Что ты тогда говорил и что делаешь теперь? Я хочу развод Вам придется ждать как минимум год Ты что? Здесь на год останешься? Ты и я в одной квартире? Это невозможно Я не доверяю таким, как ты Не доверяю Как я тебя понимаю? Если случится катастрофа и весь мир погибнет И только ты останешься на земле Даже тогда я не захочу взглянуть на тебя Спасибо Но в этом саре ты такая соблазнительная, Матху Насладимся жизнью Твоя бабушка Матху, почему ты плачешь, дорогая моя? Бабушка, я ни в чем не виновата Я никогда не любила его Сначала прекрайте плакать Зачем ты меня обманываешь? Возьми Это свадебные украшения Но они не для свадьбы Это на твое обучение Держи и не плачь Как поживает твой муж? Уходите Не торопитесь заводить детей Сначала окончу колледж Уходите отсюда Продай эти украшения и отдай деньги Матху Хорошо Пока, Матху Зачем тебе сейчас деньги? Этот разносчик пиццы живет в квартире Я хочу прибраться в общежитие Нельзя Если твой отец узнает об этом спектакле, он заберет тебя и выдаст замуж Верно Но он мучает меня своими бреднями Он такой противный Не противный, а очень гордый Предоставь это нам Мы его так замучаем, что он сбежит в араку Хорошо? Отлично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Банни едет, чтобы подвезти тебя Пусть только подъедет Мы с ним разберемся Садитесь, тетушка Я вас подвезу Садитесь Хороший мальчик Слезайте и ждите пятый автобус Что за шутки? Прекратите Девушки смотрят Госпожа Банни Какая госпожа Банни? Чего вам? Когда у вас нет дома К вашему мужу Толпами приходят девушки Что с того? Как что с того? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА